Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о том, как выявляются инфекции ПЦР-анализом. ПЦР-анализ – это достаточно точный метод. Точность его достигает 99-100%. Очень чувствительный метод. Считается, что достаточно в материале буквально одного возбудителя, чтобы анализ был положительным. В чем смысл вообще самого анализа? Это может быть какой-то материал, например, материал мазка из уретро или мокроты из легких. Что делается дальше? Этот материал доходит в лабораторию, где на специальных аппаратах происходит клонирование, многократное увеличение того ДНК, внутренней структуры бактерий, вирусов и т.д., которая содержится в этом материале. В дальнейшем полученная масса ДНК сравнивается уже с заранее известной ДНК тех или иных микроорганизмов, возбудителей различных заболеваний. Если эталон соответствует с образцом, который взят у пациента, значит, вы больны тем или иным заболеванием. Анализ выставляется положительным. В ряде случаев также выставляется концентрация ДНК на одну клетку. Соответственно, чтобы мы судили о том, если болезнь нельзя победить, то можно уменьшить концентрацию. В ряде случаев это тоже очень важно. Какие анализы ПЦР берутся из каких мест? Во-первых, берется кровь. Кровь, например, может взяться на ПЦР-анализ на такие инфекции, как ВИЧ, гепатит В, гепатит С, цитомигаловирус. То есть достаточно опасная инфекция, которая распространяется по всему организму, соответственно, диагностируется по методике ПЦР-анализа. Плюс ее в том, что она реагирует гораздо быстрее, например, при заражении того же ВИЧа, нежели чем обычный анализ, который делают в поликлиниках, это на антитела. Точность ПЦР-анализа гораздо выше. Поэтому, если стоит выбор о том, какой анализ сделать, допустим, на ВИЧ, антитела обычно или ПЦР, конечно, лучше склоняться в сторону ПЦР, хотя он гораздо дороже. Дальше наиболее часто все-таки забирают материал для ПЦР-анализа, это из урогенитального тракта, на половые инфекции. Берется вот таким одноразовым зондом в пробирочку и также посылается в лабораторию. Там можно смотреть около 30 инфекций, соответственно, который передается половым путем. Ну и также можно, в принципе, брать, допустим, мокроту, которая откашливается у пациента изо рта, мазки и занусы и так далее на различные бактерии. То есть для ПЦР-анализа подходит любой материал, в том числе, например, если вы не хотите мазочек делать из уретры, можно сдать сперму на ПЦР-анализ, можно мочу. ПЦР-анализ очень универсальный, он может делаться из совершенно различных материалов у человека. Поэтому при необходимости сдачи ПЦР-анализа вы можете обратиться в нашу клинику платной КВД. Мы сотрудничаем на сегодняшний день с пятью различными лабораториями и используем максимально возможности всех из них в Москве. Поэтому у нас самый широкий спектр ПЦР-анализов, которые делаются в Москве. При необходимости сдачи любого ПЦР-анализа. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.